Ом намо бхагаватэ васудэйвая. Ом намо бхагаватэ васудэйвая. Ом намо бхагаватэ васудэйвая. Шримад Бхагаватам. Вторая песня. Космическое проявление. Девятая глава. Ответы Шукадева Госвами со ссылкой на слова Господа. Текст двадцать восьмой. Кридасямокха Санкалпа. Урнанабьир. Ятхорнутэ. Тадхата Адвишайям Дьеги. Манишам Маймадава. Литературные переводы, комментарии. И о божественной милости Абайчара Наравинды Бхагтивидамты с вами. Шрива Преупады. Шрива Преупады Киджай. О, владыка всех энергий, объясни мне с философской точки зрения их природу. Ты играешь словно паук, который покрывает себя собственной энергией. Решимость твоя непоколебима. Комментарий Шрилы Преупады. Непостижимая энергия Господа наделяет каждый элемент творения определенными потенциями, которые называют энергией элемента, энергией знания и энергией различных действий и их последствий. Сочетаясь и взаимодействия между собой, потенциальные энергии Господа обеспечивают сотворение, сохранение и уничтожение проявленного космоса, что в положенный срок осуществляют различные представители Господа, Прама, Вишну и Махешвара. Прама творит, Вишну поддерживает, Господь Шива разрушает. Однако все они, так же, как и созидательные энергии, исходят из Господа. И, следовательно, во всем творении не существует ничего, кроме Господа, единого первоисточника всего материального многообразия. Иллюстрация этому служит пример с пауком и паутиной. Паук создает паутину, сохраняет ее, и по первому его желанию, вся паутина снова оказывается у него внутри. Более того, сам паук прячется в собственной паутине. Если ничтожный паук может по своему желанию творить, поддерживать и уничтожать, то что может помешать верховному существу осуществлять свою высшую волю, создавая, поддерживая, разрушая проявленный космос? По милости Господа, такой преданный, как Брама, или тот, кто принадлежит к цепи ученической преемственности, ведущий начало от Брама, способен понять, каким образом всемогущая личность Бога являет свои вечные трансцендентные игры в сфере действия различных энергий. Продолжение следует... Очень важно утверждение, содержащиеся в конце комментария, то что можно понять, как Господь являет свои вечные трансцендентные игры в сфере действия. Ливы. Это связано с текстом из четвертой главы Бхагавадгиты Джанма-карма-чаная-дивьян. Вам ее видите, Татватара. Очень важно понять Джанма-карма-чаная-дивьян, божественную природу Джанмы и божественную природу кармы Кришны, Господа Кришны. И те, кто реально это поймут, они больше сюда никогда-никогда не вернутся. Никогда. То есть вот отправится к Кришне и все. Слышали такой текст, да, из четвертой главы Бхагавадгиты? Джанма-карма-чаная-дивьян начинается с этой строки. То есть понять, что Кришна является в этот мир не так, как обычные обусловленные души против своей воли, а именно по собственному плану и что его деяния трансцендентные. Но понять это можно по милости Господа, по милости Господа. Те, кто принадлежат к Парампоре, они по милости Господа могут это понять. У нас эти условия соблюдены. Мы подключились к Парампоре. Мы получили наши замечательные духовные посвящения, духовные имена. Получили Харе Кришна Махамантру. И потом к этому факту принадлежности к цепи ученической преемственности нужен еще один элемент, как следует из этого предложения в комментарии. Нужна милость Господа. Сейчас вот месяц картика начинается. Будем молить Господа, чтобы Он нам милость свою давал. Каждый день будем молиться, молиться, молиться Ему. Будем молиться. А Господь, чтобы нам это лучше понять, вот то, о чем мы прочитали в сегодняшнем тексте, Он же еще и Удави, в Удавагите, еще лучше объяснил эту аналогию про паука. Вот в этом тексте, смотрите какой текст. Вот, 11, 21 и текст из 38 по 40, это Удавагита. Кришна объясняет Удаве, как все устроено в этом мире, как жить, к чему стремиться. Здесь Он описывает эту аналогию про паука в больших подробностях. Вот давайте почитаем. Подобно пауку, который в своем сердце производит паутину и испускает ее через рот, Господь, верховная личность Бога, проявляет себя, как наполненный звуком изначальный жизненный воздух. Этот воздух содержит в себе все священные стихотворные размеры ветв и исполнен трансцендентного блаженства. Таким образом, Господь посредством своего ума, хранящего в себе образы различных звуков, таких как спарши, в эфирном пространстве своего тела рождает великий и безграничный ведический звук. То есть, видите, эта паутина, которую Господь плетет, она не грубо материальная. Она из сердца Господа исходит в виде звуковых вибраций. Этот звук разветвляется в тысячах направлений, украшенный множеством других звуков, согласных, гласных, шипящих, полугласных, возникших из слога Ом. Ну, если что-то непонятно, то переживать не стоит, потому что это сложно понять. Это такая штука, которую мы просто читаем ради собственного блага. А потом, когда милости Господа мы накопим в достаточном объеме, тогда оно станет лучше, тогда оно станет понятнее нам то, о чем здесь написано. Затем Веда обогащается многочисленными способами словесного выражения, проявляющимися как стихотворные размеры, у каждого из которых на четыре слога больше, чем у предыдущего. Когда же подходит срок, Господь сворачивает все разнообразие ведического звука и вновь вбирает его в себя. Знаете же, да, вот эти теории возникновения мира, возникновения жизни на Земле, материалистичной теории, что вот были какие-то простейшие соединения, они потом начали между собой еще дальше соединяться, усложняться и так далее. Но материя не может проявить такую разумность, потому что она грубая материя. Она шевелится и действует только если ее приводит в движение дух, подобно тому, как в наших телах находимся мы как души. Вот поэтому тела двигаются, двигаются, смотрите, вот они двигаются. У вас двигаются, тоже давайте подвигаемся немножко вот так. Двигается сюда, все двигается, вот очень хорошо. Видите, это все потому, что душа внутри. Не было бы внутри души, оно бы просто лежало бы и все, и ничего бы не происходило. Ну, я имею ввиду интересного. Ничего не происходило бы. Но в плодовитых умах ученых-материалистов рисуется вот такая картина, что якобы эти соединения химические, они могут взять и сами в более усложненной комбинации соединяться. Есть очень хорошая аналогия, которая позволяет опровергнуть эту теорию материалистичную, что вот эти произвольные, усложняющиеся соединения между разными химическими элементами, веществами и так далее на уровне грубой материи, самопроизвольно возникающие, это настолько же маловероятно, как если, например, вот допустим, есть типография, и мы туда принесли бомбу, и там все взорвалось, и в результате эти все буквы, ну, мы берем, значит, типографию первой половины 20 века, когда не на компьютерах текст набирали, а когда из отдельных литер, из отдельных букв. И вот, представьте, взрыв произошел, и самопроизвольно из этих букв собрался четырехтомник «Война и мир», например. Или энциклопедия «Брагаоза Ефрона» или «Большая Советская». Но ничего не собирается, даже терем-теремок не соберется от этого, и курочка-ряба не соберется, и что у нас еще есть? Репка, репка не соберется от этого взрыва. То есть, глупая идея, но вот то, что из Господа исходит, из его сердца, оно живое, поэтому оно, видите, вот здесь говорится, оно усложняется, что веда затем обогащается многочисленными способами словесного выражения, и так далее, и так далее. И в комментарии ученики Шрилы Преупады сразу нас обнадеживают. Они нам объясняют, что понять эту тему могут только те, кто обладает обширными познаниями в лингвистике и санскрите, так что не стоит сильно огорчаться по этому поводу. Но суть в чем? Что это за паутина такая, которая исходит из Верховного Господа, если мы берем эту аналогию? А это не что иное, как ведический звук. И предназначение этого ведического звука в том, чтобы славить Кришну, в том, чтобы постичь Кришну. И Бхагавадгита – это венец ведического звука. «Видаешь, Часарвайр Ахам Элавидья» говорит в Бхагавадгите Господь Кришна в тексте 15.15. Все ведическое знание предназначено для того, чтобы человек мог постичь Бога и полюбить Его. То есть из сердца Господа исходит этот звук, и исходит Бхагавадгита. И зачем он исходит этот звук? Для того, чтобы нас, бедолаг, побудить к тому, чтобы мы становились ближе к Кришне. Вот она какая паутина. И мы попадаемся в эти сети, когда нам предлагают книжечку Шри Вапрупады, или, допустим, что Прасад, или что у нас еще осталось? Святое имя Харинама. Нам предлагают это. Это Кришна, он гораздо сильнее хочет, чтобы мы вернулись к нему. Куда? К нему. В духовный мир. Он этого хочет гораздо сильнее, чем мы этого хотим. Тот, кто постоянно думает о Господе Кришне, кто вручает себя Ему, кто падает ниц перед Ним, и с верой и преданностью поклоняется Ему, повторяя Его святое имя. Без сомнения, в совершенстве постиг все, что может быть названо словом «веда», «знание». Очень интересная тема. То есть, надо повторять Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна Кришна, Харея Харея Рама, Харея Рама, Харея Рама, Харея Харея. Понимая, откуда это взялось. То есть, вот этот текст, еще раз, 11, 21, 38, 40. Он является прямым доказательством, что Харея Кришна, Маха Мантра, это не какая-то вот выдуманная мантра, выдуманная людьми. Она изошла из сердца Господа, для того, чтобы мы ее повторяли и становились ближе к Нему. Эту аналогию с пауком в Бхагаватам используют не только в отношении Верховной Личности Бога. Вот, например, так, сейчас, вот, например, текст 2, 5, 5, 2, 5, 5. И здесь на Радамуне в этом тексте 2, 5, 5 обращается к Господу Граме и тоже использует эту аналогию про паука. Как паук с легкостью плетет свою паутину, проявляя при этом непревзойденные созидательные способности, так и ты творишь посредством своей самодостаточной энергии, обходясь без посторонней помощи. Комментарий «Лучший пример самодостаточности солнца. Ему не нужен свет других небесных тел. Наоборот, своим светом оно помогает другим источникам света, которые меркнут, когда восходит солнце». Конечно же, это самодостаточность условно, потому что в конечном счете энергия солнца исходит от Кришны. И энергии, которыми распоряжается Брама, тоже исходят от Кришны. Или вот, например, у нас есть такой текст, сейчас, вот этот вот, 4, 6, 43. И в этом тексте 4, 6, 43 Брама обращается к Господу Шиве и на этот раз Шиву сравнивает с этим самым пауком. Тоже интересно. «Мой господин, распространяя себя в различные формы, ты создаешь, поддерживаешь, уничтожаешь космическое мироздание, подобно тому, как паук полетет, поддерживает и затем втягивает себя в свою паутину». Да, и, значит, когда мы говорим про Шиву, про Браму, про Вишну, про Браму, Вишну, Махешвару, как про гуна-аватары. То есть, как про личности, которые отвечают за эти тригуна материальной природы, невежество, страсть и благость. Здесь в комментарии к этому тексту 4, 6, 43 Шрила Парупада сравнивает этих трех личностей, Браму, Вишну и Шиву, с различными министерствами или ведомствами, которые находятся под началом правительства страны. Очень интересная аналогия. Вот давайте прочитаем еще вот этот кусок. А потом, после этого, пожелаем друг другу удачного дня, и чтобы вот это вдохновение, которое на страницах Бхагаватам содержится, чтобы оно озарило, озарило нашу жизнь, чтобы мы были такие вдохновленные, ходили и думали, вот спасибо Господу, что Он эту Харе Кришну Махамантуру нам дал. Но с точки зрения правительства, оно также важно, как и министерство просвещения. Поэтому правительство одинаково субсидирует оба учреждения, не отдавая предпочтения ни одному из них. Отдавая предпочтения, не отдавая предпочтения одному из них. То есть, все гуны нужны. Все гуны нужны. Почему? Потому что они соответствуют плану Кришны. В Бхагавадгите, в тексте 8.19, Кришна говорит Арджуне. Бута грамахса эваям, бутва бутва пролеты, ратрья гамеева шах пардха, прабхавати ахар агамея. Каждый раз с наступления дня Брамы, все существа появляются на свет, а с приходом ночи, помимо своей воли, уходят в небытие. То есть, вот эти три стадии создания, поддержания, разрушения, они чередуются. В каждой вселенной возникает, создается, поддерживается, уничтожается, и вот так вот по кругу. И Кришна говорит здесь об этом в тексте 8.19, это его план. Все три энергии задействованы. И Тамас, и Раджас, и Исатва. И все это исходит из верховного паука. Которого зовут, у которого множество имен. Намнама, Кари, Бахудгани, Джасарва, Шактис. Множество имен и множество энергий. И в комментарии Шрива Парупада пишет здесь, что есть разные живые существа, есть неразумные живые существа. Они стремятся остаться в материальном мире. Они могут подняться на высшие планеты, однако затем им вновь приходится возвращаться на Землю. И когда наступают ночи прамы, они все гибнут. А с наступлением нового дня снова появляются на свет. Это неразумные. Но разумные существа стремятся развить себе сознание Кришны. И получив тело человека, посвящают себя служению Господу. Повторяя Харея Кришна, Харея Кришна, Кришна, Харея Харея Рама, Харея Рама, Ама Рама, Харея Харея Рама. И в конце этой жизни, вот интересный момент, Шрила Парупада пишет в конце именно этой жизни, он пишет. Как это обнадеживающе звучит, правда? Он так и написал здесь, в комментариях к тексту 8-9. В конце этой жизни они переносятся на духовную планету Кришны, где обретают вечное счастье и уже никогда не рождаются в материальном мире. То есть есть разумные, есть неразумные. Как говорится, думай и выбирай, в какую категорию попасть. Но вот это важно. Посвящают себя служению Господу. Это надо в себе развивать. Для этого мы читаем Бхагаватам, читаем Амала Пурану, вот эту беспримесную Пурану. Беспримесное преданное служение, посвященное только служению, Писание, беспримесное священное Писание, посвященное только служению Господу. Будем эту книгу читать и Бхагаватаме, то тогда будем проникаться этим настроением, что надо посвятить себя служению кому? Господу. Харея Кришна. Гран-Тарат Шримад Бхагаватам Ки-Джай. Шрила Привупада Ки-Джай. Харея Кришна. Спасибо за внимание.